Ну что ж, мы продолжаем принимать ваши обращения и на днях мы получили на почту нашего канала обращение от подписчицы с просьбой разобрать на нашем канале одну достаточно известную блогершу с ютуба миллионерку, как говорится, как и по аудитории, так и в своем материальном достатке обличить на общественное пространство подводные камни и интересные факты ее деятельности и вскрыть о ней невидимые на первый взгляд невооруженного глаза факты и сорвать маску лицемерки с ее вонючей рожи Итак, сегодня у нас на разборе узколобая мажорка, не добившаяся ничего в жизни и живущая за счет обеспеченных родителей, такое у нас в первый раз Она травит просрочкой своих подписчиков, пропагандирует Содомию, Толерастию и пользуется окном Авертона для внедрения своей пропаганды Итак, пациентка, окажите нам честь, представьтесь Ведь я сама черная магическая гадалка Со своим собственным именем дама из сегодняшнего ролика не разобралась но известна она на публике как Лиса Авэми или же Лиса Авэми, кому как удобнее И сегодня мы расскажем вам о том, что скрывается за личиной псевдодобродушной толерастки пай-девочки и успешной бизнес-леди Это ей разбор, выпуск 16, и мы начинаем Ну что ж, начнем сначала Несколько лет назад Авэми, Лиса, начала сотрудничать с сомнительным сайтом известных бьюти-мошенников Роял Сэмпл Через этот сайт собираются ее бьюти-боксы, которые она потом продает через Инстаграм и все свои соцсети Эти бьюти-боксы, как выяснилось, опасны для здоровья И производители время от времени под шумок подкладывают туда, во-первых, просроченный товар и тестеры в свои наборы А также подсовывают иногда дешевые аналоги вместо оригиналов своего бренда по коробкам То есть они внедряют в сами эти бьюти-боксы какие-то непонятные компоненты и составляющие В тюбике из-под своих вот этих вот, собственно, продуктов, да И выдают их за свои оригинальные Ко всему прочему, бывают случаи, когда производители ничего вообще не кладут в принципе в наборы И вообще никак даже не оправдываясь из-за этого перед пострадавшими Да, изредка лишь списывая это на рабочую такую ошибку комплектовщиков Которые там на складах все это комплектуют, собственно, и расфасовывают Через техподдержку, правда, удается добиться лишь единицам Пострадавшие штурмуют отзывами сайты компании Но, к сожалению, безрезультатно В телеграм-канале тем часом Лисы Авами За вопросы и жалобы об этих боксах, как сообщила нам подписчица Некогда блокировали людей без обратной связи Здесь вообще ничего не отвечали Продолжительное количество времени это происходило И также наша подписчица тоже являлась пострадавшей от некачественной продукции Сляпанной в этом подполье, в котором, в принципе, все это фасуется И реализованной через самое главное вот эту вот Лису Авами Она сама заказывала данный бокс для проведения нашего общего расследования Чтобы проверить его и выявила там определенный ряд нарушений Во-первых, она сравнила, как бы вам сказать, текстуру некоторых кремов С оригинальными этого производителя, опять-таки, кремами И заметила разницу в цвете Более того, также, естественно, она, о чем нам и сообщала ранее Ей пришли некоторые товары с просрочкой То есть сроки годности были уже вышедшие где-то до двух месяцев Ну и более того, один из тюбиков с базой, тональной базой Так и не дошел до нее в бьюти боксинг Поэтому, опять-таки, вот, делайте выводы Авами также рекламируют косметику не самого лучшего качества Это бренды Mixit или Kata У известного бьюти-блогера Коносовой Было также разоблачение на данную линейку косметики У вас здесь, ну, скажем так, достаточно сыпучая история Ну, сыпется, да? Вот я смотрю, он везде немножко сыпется Это не сыпется? Это не сыпется в продукт? На производстве регулярно нарушались саннормы санитарные И тут, в принципе, все ясно, как день Были какие-то расследования тоже на эту тему Как нам потом показали И выяснилось, что само производство Достаточно не придерживается, в принципе, норм санитарных Каких-то педемиологических инстанций Которые вот у нас, в принципе, по канонам И по закону должны выполняться Но, тем не менее, почему-то Авами это не беспокоит В целом, в принципе, вся ее реклама Это полнейшая такая несуразица и дичь Рассчитанная на не особо влечущих умов Но мы это уже видим по аудитории этой садомитки Подростков, которых бьюти-аферистки Легко ввести в заблуждение Естественно, скормить им ради своей выгоды Дешевую гниль за баснословные суммы Какое-то время назад Авамилиса продвигала опасное средство Ретинол для лечения кожи детей Который, в принципе, априори противопоказан детям И применять его можно лишь с 30 лет То есть он, в принципе, это ядреное средство Не является, во-первых, косметическим вот никак А во-вторых, оно, в принципе, опасно для Моложавой, такой здоровой кожи Лет, там, допустим, подросткам Как детям и тем более Да и даже, в принципе, взрослым молодым людям Поэтому, как можно советовать такое детям Это вообще, мне кажется, идиотизм несусветного масштаба Однако, бьюти-аферистка заинтересована Только лишь, чтобы заработать И ей все равно на последствия и на здоровье своих подписчиков Которые, видимо, в ней видят какую-то богиню внеземной красоты И гуру психологии Вторая фаза уже откровенного лохотрона Это нелепые розыгрыши на айфоны Нам также прислали всю эту информацию Которые также стабильно у нее два раза в год Их проводят авами Так же, как и тикуют, видимо, часы с Пасской башней Все, как говорится, стабильно Естественно, нет там ни выигравших Ни счастливых обладателей этих айфонов, граммофонов Ну и поэтому, тем не менее Вот это вот все колесо сансары Продолжает крутиться И в этом замешаны деньги подписчиков Лиса Авами Авами также проводит очень интересные махинации Еще и с одеждой Которую она стряпает сама и успешно продает Кому только может Кстати, хочу здесь сказать еще и свое мнение Я, в принципе, знаком с контентом данной садомитки И помню тот момент, когда она планировала выпускать Свой бренд одежды Уже тогда у меня закрались сомнения О том, вообще, как бы Откуда эти тряпки и сами ткани берутся То есть она заявляла, что это какая-то хорошая брендовая ткань Откуда это, что, кто, никаких чеков нет И, естественно, как бы В принципе, стало понятно многим людям, что, скорее всего, это все блажь и откровенная клевета И неизвестно, откуда берутся материалы Во-первых, начнем с того, что она активно нарушает авторские права многих продюсеров и мультипликаторов Так как большинство принтов с ее одеждой связаны с аниме-тематикой То есть штампуются с изображениями популярных аниме-персонажей И это нарушение В связи с этим она стала пихать чужих персонажей уже в таком поплывшем виде Чтобы как бы не нарваться на авторские права На свои вот эти майки какую-то В общем, брендовую От ее бренда одежду Цены на эти тряпки зачастую превышают сумму в 10-15 тысяч рублей Хотя по материалу, судя по отзывам и внешнему виду Это как бы видно в любом человеку, у которого есть глаза Себестоимость данных товаров Именно тканей и материала стоит 2000 рублей Также нам прислала и подписчица тоже в своем расследовании Определила именно эту себестоимость Ну и ко всему прочему, что материал говнище редкостное, галимое Что и в принципе вороватая концепция Меня удивляет просто Как же та самая толерастия, которую пропагандируют висовыми Но при этом, при всем, видимо, тут уже толерантный закон И ее окна Авертона не интересует И она уже спокойно берет чужой авторский продукт Это персонажа того или иного аниме И не спрашивая никого, не отплачивая налоги И в принципе ни с кем не советуясь Спокойно ляпает чужую как бы умственную и уникальную собственность Как говорится, интеллектуальную собственность У нас такое тоже есть понятие в законодательстве Ляпает на свои изделия Когда бренд Лис Аверми только запускался Она решила содрать побольше денежек И проверить, за какую цену вообще люди будут приобретать ее одежду Она ставила зачастую Поначалу пару раз цену и в 100 и 200 тысяч И судя по ее отзывам, кто-то приобретал и за эту цену Ну и когда она уже, естественно, получила такие немалые суммы И стала уже на эту же самую одежду ставить суммы в десятки раз меньше Это кончилось дело скандала В скандале участвовали люди, которые купили это за бешеные деньги Считая, что это, во-первых, качественный материал одежды Качественная ткань И ко всему прочему еще и сам бренд от самой Лисы Аверми Вы что? Куда там каким-нибудь Эйнштейном или же каким-нибудь полиглотом Это же Лиса Аверми Вы что? Человек, который живет за счет своих родителей уже, наверное, 25 лет Шикует в Парижах И два слова связать не может Кроме как с какими-то шутками и нелепыми прибаутками в своих ущербных роликах После разразившегося скандала она попыталась извиняться И утверждала, что цена в 100 тысяч и в 200 тысяч это ошибка И некие нули там были ошибочно добавлены И получается, что якобы цена-то и должна была быть там сколько? 10 тысяч, 15 тысяч То есть за ту цену, за которую ее уже впоследствии люди покупали Ошибка якобы это была даже не с ее стороны, по ее словам допущена А со стороны ее реализаторов, продавцов Которые там с нею вот в этой вот всей кастрюле варятся Но о возврате средств пострадавшим нигде так и не было указано по факту За Лисой Аверми в целом прослеживаются мелкие какие-то несуразные некрасивые поступки Которые дополняют ее образ в принципе такой мошенницы Не побоюсь этого слова Периодически она хвастается подписчикам Как покупает одежду за 80-100 тысяч рублей Сказала себе топик от Прадо за 88 тысяч рублей Да, не обращайте внимания на упаковку Это нынче некоторые трудности с получением таких люксовых вещей АСМР для богатых Это нам не нужно, нам нужно это Ура! Топ за 88 тысяч Ладно, давайте его примерим Окей, я примерила топик от Прадо Я считаю, что эта вещь, конечно же, стоит свои 88 тысяч рублей Еще считаю, что к ней идеально подойдет такой вот кудах Ну, минутка стилизации Кудах, конечно, бюджетный, 12500 Качество, конечно, ничем не уступает таким вещам как Прадо И также покупает различные палетки В таких вот коробочках и стендах С инкрустированным, например, каким-то сусальным или белым золотом И, в принципе, потратит огромные миллионы, триллионы на путешествия Кстати, тут хочу дополнить, что недавно поступила такая информация Что она была в Париже с известной уже потворой Молотовой Молотова, это та блогерша, которая занимается травлей директоров И организаторов салонов красоты, бизнесменов Которые занимаются курированием бьюти-бизнеса И владеют салонами красоты Выяснилось, что Молотова ехала вообще в Париж, по сути дела На деньги Лисы Авами, то есть, по сути, за билеты, за отели И за все платила Авами Лиса Молотова туда просто как предаток поехала То есть, как говорится, человек деньги не считает вообще На самом деле, представьте, какие суммы она имеет Я думаю, там ни 2, ни 5 И, может, даже и не 10 миллионов в месяц не ходит К тому, как она сама об этом заявляла Что у нее меньше 5 миллионов рублей никогда не выходит заработка Но, тем не менее, дабы толерашки ее не захейтили За то, что они живут в условных двухкомнатных хрущевках А она сидит и шикует где-нибудь там в Париже Она выдавливает постоянно пафосную интонацию Шикует и применяет прием окна Авертона О котором я уже говорил в некоторых выпусках нашего Я разбор ранее Когда пытаются, это прием Когда пытаются выдать деструктивную какую-то позицию Нездоровое поведение, в общем, нечто подобное За адекватную истину или же попросту норму И выставляет она все это как некий такой юмор Это такая типа пародия на такую богачку пафосную Делает вид, будто бы сама она по себе человек не такой А просто делает это типа ради контента Ради того, чтобы как-то показать людям Вот эту вот типа пародию на богатую жизнь Хотя, по сути, это вообще ничем не отличается Ну и по большому счету От инстаграмных таких вот силиконовых кукол Ее отделяет вообще в ее, скажем так, структуре жизни Вообще лишь просто ее фриковатый образ Какой-то непонятной дед-инсайдерки Да и ранее, вот до того, как она стала так выглядеть Стала такой стиль, как бы, да, иметь за собой И, в общем, стала такой, да, что называется Ее ничего от мажорок и карикатурных тупых вот этих блондинок Которые там на патриарших прудах бегают с сумками Луи Виттон Не отличало вообще ни-че-го Сейчас же ее только отличает ее садомитский образ Еще нам стало известно про то, как однажды Лисавами Обдурила девушку-мастера, которая кастомит вещи Она предлагала свои услуги в инстаграме И Лисавами заставила ее сделать заказ На прошив двух сумок бисером Не заплатив вперед То есть предоплата не шла по этому заказу Она в итоге отказалась от одной И выкупила лишь вторую, обесценив работу этой мастерицы Абсолютно даже ничего в этом зазорного не увидев Усколобая мажорка также еще рекламировала битву экстрасенсов Достаточно так завуалированно в разных роликах Я даю тебе слабо, что мой мать его никого Пока не даю слабо, что мой мать его никого Я даю тебе слабо, что мой мать его никого Хотя бы когда-нибудь подавались на битву экстрасенсов? Вот сейчас, ну, очень модно Мне кажется, вы бы там хорошо зашли, как Дима Матвеев, например Но когда она появилась уже на съемочной площадке Битвы экстрасенсов, стало все понятно, как ясное мнение Опять же, в комментариях ее осудили более думающие люди Хотя таких у нее среди подписчиков не так много Но тем не менее, ее никак не заботилась ситуация Того, что эти псевдоэкстрасенсы наживаются буквально на чужом горе И сама передача, в принципе, не то, что даже абсурдна А я бы не побоялся таких слов, что она опасна, деструктивна И, в принципе, даже ущерб наносит людям Потому как это отдельная песня Сейчас мы ее не будем затрагивать Но для нормальных людей все и так понятно Когда-то в ТикТоке, по словам свидетелей Авами романтизировала еще расстройство пищевого питания Было видео где-то в ТикТоке, где вроде бы как она записала Что-то наподобие «Вешу 45 килограмм, хочу еще меньше» Естественно, каких-нибудь 12-летних недалеких детей Которые, допустим, живут без любви своих родителей Это как-то тоже там забайтило И некоторые начали считать, что это норма Потому что она, в принципе, является кумиром подростков и молодежи И она, условно говоря, уже диктует норму мировоззрения в этом мире И становится такой эдакой, знаете, заменителем матери Встает как бы на сторону замены родителей Для тех детей, у которых родителей либо нет, либо же они воспитанием их не занимаются И она как бы становится таким вот рупором Который свою норму, ввиду каких-то тех или иных ее качеств, навязывает уже всем Лесавыми пропагандирует ЛГБТ-идеологию на всеобщее обозрение Если мальчик хочет красить ногти, он может красить ногти И почему-то никто не ведет даже и ухом Что меня ужасно напрягает Потому как у нас есть закон И почему-то для одних он работает А для нее пока что никакой лазейки не нашлось Почему ей не заинтересовались органы власти Она ведет странную деятельность и сотрудничает с сомнительными косплеерами Трансвеститами Это, например, Тори Фокс, некий Овсян и еще Завидова Которая развращает своими 18 плюс видео детей Типа там сексуализации Мальвины, которая 12 лет И Авами в этом вообще ничего зазорного не видит Что меня на самом деле тоже, ну уже не удивляет Учитывая, что она за сэдомитка, но пугает, что никто на это не обратил до сих пор внимания Кроме вышеупомянутого ужаса, есть еще один ролик В нем Авами пытается опозорить ветклинику Которая якобы загубила ее кота Всем привет, меня зовут Лиса И это история о том, как у пугали нашего кота в зооклинике Этот ролик, кстати, я смотрел И вы знаете, во-первых, кот был вообще не ее Во-вторых, судя по ее реакции уже в последующих видео Ей как-то до этого кота вообще дела нет Это на десятом воде кисель для нее В общем, суть там была в том, что она там лила слезы в этом видео Крокодилии В ходе нападок на салон с участием еще одной скандалистки Вот этой же как раз Молотовой Выяснилось, что в салоне много просрочки выявилось И негативных ситуаций с недовольными клиентами В общем, вот такой был там замес И Авами чуть ли не орала в микрофон Не стыдно ли им травить питомцев Калорлоть просрочку и губить животину Хотя, опять-таки, неизвестно в итоге, от чего Помер даже не ее кот вообще Но вот как раз-таки по иронии судьбы Ей самой не стыдно травить подростков ретинолом И сотрудничать с аферистами Ее абсолютно не волнует, что произойдет с детьми Несмотря на ее образ какой-то такой либеральной, толерастной особы Которая топит за какую-то непонятную Такую, знаете, умеренную позицию Все мир, труд, ма и жвачка, как говорится И все, никто никому ничего не должен Никто никого не должен трогать И якобы все такие цивилизованные и добрые Но, тем не менее, нет Потому что человеческую суть, тем более у такой садомитки Не искоренить, кем бы она себя не пыталась позиционировать в интернете И здесь я хочу продемонстрировать вырезку из статьи об этой преступнице О ней там рассказывали, каким интернет-персонажем она является И как ее можно рассмотреть с психологической точки зрения Вот, можете остановить, почитать Также хотел еще сказать, что замечал за ней такую тенденцию кликбейтовских названий Вот здесь, например, она утверждала, будто она связалась с кем-то из битвы сильнейших Последнего сезона битв экстрасенсов Но, тем не менее, в этом выпуске совершенно о другом идет речь То есть это какой-то то ли байт на комментарии и просмотры То ли же это просто какой-то кликбейтовский такой ход названия ролика Дабы она как бы собрала больше просмотров Но мне такое кажется очень мерзким Тем более для блогера с такой крупной аудиторией Зачем ей это? Ну, в общем, я вас призываю отписаться от ее канала Подписаться на наш канал, распространить данный ролик И постараться донести до большего количества людей Эту информацию об достаточно крупной такой рыбе Которую, мне кажется, не так просто будет убрать с просторов Ютуба И наказать за ее те или иные преступные, не побоюсь этого слова, деяния Потому как человек при деньгах Потому как человек, ну, никого и ничего не боится Поэтому, мне кажется, без орган власти здесь будет очень тяжело разобраться Выражаю также благодарность подписчицам за предоставленный материал Мы рассматриваем все ваши обращения И вы можете оставить их у нас на нашу электронную почту, написав письмо Или также можете подписаться на наш телеграм-канал И там связаться тоже с нами Спасибо за просмотр, это был и разбор выпуск 16 Берегите себя и своих близких от фриков в интернете и в оффлайн режиме Если вы столкнулись с какой-то ситуацией, которая требует огласки Обязательно пишите нам Спасибо за просмотр, увидимся скоро, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok